В теплом отеле, да? Пока у него работы нет. А вот у Сергея Бронникова сейчас может появиться Кунцевич. Бросок очень неприятный над ловушкой. Время на атаку сходу, скажем так, не более того. И вот сходу получает Сергей Малявка. Бросок. Исправляется Кирилл Андреев. И только респект и уважуха, как говорится, за эту команду. Ну и вот моменты еще все-таки становятся. Как же красиво разыгрывают гости. Это большинство. Вы все, друзья, видели сами. Тут даже комментируют. Вдохнув, выдохнув, не понимают, что происходит с его партнерами в том числе. Почему так плохо играют в атаку? Во-первых. Во-вторых, почему совсем как сейчас на льду? Сергей Малявка. Бросок к защитнику. Бросок. Там шайба заметалась. На пятаке был шанс ее... Ну а за Могилевчан играет сейчас определенный такой кураж. И я думаю... А иначе мог бы и убежать на опасный выход. Ну вот сейчас был шайб. Бросок. И Андреев справляется. Но немножко шайбы из виду потерял. Голкипер куда-то там с его вратарям. Не один, так второй в лазарет попадают. И сегодня опять молодой Андрей Нечипорчик. Наоборот, он и без игровой практики. Там где-то за фарм, конечно, играет иногда. Не во всех матчах. А здесь опасный эпизод. И Мельников не забрал процента. Без двухсотых. 91-98. И 2,41. Там все-таки защитник параллельным курсом двигался. Справился с броском Бочкарева. Бронников. А вот здесь Сергей Малявков убегает. Можно забрасывать. Андреев. Браво! Голкипер. По моменту, да? Эти двухминутки имели команды. Сбилищук, видим, догонял Сергея Малявка. Но, естественно, понимал, что это обернется сразу же булитом. Без всяких разговоров. Так больше, знаете, сказать, что победы были легкие. 2-1 и 4-2. Все в основное время. Но ничуть не легко. А вот шайба в ворот это заходит. Перехвалили Андреева. Больше так делать не будем, наверное. Тут большие вопросы. Как же так? Шайба за леточку закатилась. Балаболкин отличился. Выехал за ворот. Подбросил на Бреста. Керечка. Герасимов. Подбросок Балаболкин. Рикошеты. Где шайба? За воротами. Карабан Андреев. Уверенно. Или не очень уверенно, но отбивает. Ловушка. И еще один момент. Пытался Карабаном Балаболкин. Вот-вот появится. Блина найдут. 5 секунд всего лишь до окончания его штрафа. Бросок. Съездить. Причаститься. Угоститься. И вот шайба в воротах. Ну, тут комментарии даже где-то излишни. Да удалялись. Хоккеисты Могилева. И, пожалуйста, понять абсолютно могу. Смотрим повтор, как это было. Бовбель просто бросил, не мудрствуя лукаво. Просто попал. Все просто. В теннисах невынуждены. Все эти удаления, пропущенные шайбы, как следствие, они... Что у Бреста в первом периоде, что у Могилева во втором. Абсолютно ненужные. Понимается. Галкипер. Ну, вот эпизод, в котором и Долкер, Токачан знают. Вот те, кто только присоединился, вот можете с параллельными познакомиться. Даже зрительно. Ой, какая шайба влетает в воротах. Да что ж сегодня с Могилевым-то такое? Просто какое-то фатальное невезение. Ну, я не знаю. Это какая-то карма или... Ну, вот Блаболкин оставляет шайбу на Мельникова. Тот на Сыроежкина. Ну, там Бовбель, не Бовбель касался. Не знаю. Вот, может быть, с этой камеры мы разглядим, от кого шайба влетает. Тот на тело. Да, по-моему, а вторая есть. Я предположу, что Александр Матерухин после игры посетует. И на первый пропущенный гол, и на третий. А тут и четвертая залетает. Но тут тоже классно все делает Федор Качан. Провал в обороне. Ну, и не зря нам показывали Артура Малкова крупным планом. Вот, пожалуйста, вот эта замена. А не сыграна еще и трех минут. Который для него когда-то был родным. Ну, все здесь красиво сделал Качан. Обманул на замахе. Показал, что будет верхом бросать. Сам отправил шайбу просто между щитком. Смотрите. Оп. И такое легонько касание. Киста Бреста не будет. Оно наказано для Могилычан. Былина. Былина. Бросок. И Бронников справляется. И припомню о случаях, когда судьи меняли свое решение. Вот после таких разговоров. Единственное, что их может нейтральных болельщиков. Они играют для своих болельщиков на своем льду. И, естественно, делают все возможное, чтобы Артура Малкова тоже огорчить. И многие болельщики точно... Пробросил на Зайчика. Зайчик шайбе, но теряет ее Александр Попков. И здесь какой момент! Бронников просто браво! Зачехлил сейчас. Но... Интрига еще жива. Интрига еще жива. И если Могилевчанам удастся в ближайшую минутку-две оформить шайбу. Но пока мы не про это. И похоже, что всем моим надеждам на интригу ставит... Но жирный такой... Ура! Смотрим, что было. Балабок он сам здесь подхватил шайбу. У Герасимова он даже забрал в какой-то мере у партнера. Просочился через двоих просто игроков. Могилева даже не защитников он вон им. Есть. Успел обзавестись. А ведь Малков же... А Герасимов против него не сжигал. Прошу прощения, Малков поехал уже куда-то там в круг бруми так и не очень. Смотрим, что тут было. Ну, зацепил, зацепил. Ударил Герасимова. Еще хочется все-таки Новый год в хорошем настроении встретить. Ну и что, друзья, звучит финальная селена. Констатируем победу Бреста со счетом 5-2. Классный хоккей посмотрели. Валевая победа Зубров, которые отыгрались со счета 0-2. И, в общем, порадовали домашнюю публику. Конечно, это еще не новогодний подарок. За новогодним подарком, как говорится, Брещан всех приглашают 30 декабря в Ледовый дворец. Ну и такой же подарок, в общем-то, могут могилевчане послезавтра тоже преподнести. Субтитры сделал DimaTorzok